Известный торговый район Ябалу в центре Пекина ожидает реформы. Местные власти планируют закрыть почти полторы тысячи магазинов в общей площадью 44 тысячи квадратных метров. На их месте появятся торговые стенды ведущих китайских производителей. Как и прежние арендаторы, новые предприниматели будут специализироваться на оптовой торговле со странами СНГ. Наш корреспондент Цыцинь с подробностями. Рязанский предприниматель Ольга Подзорова в русском районе Пекина Ябалу завсегдатай. Местную торговую улицу посещает уже 25 лет. Дважды в год приезжает на закупку одежды. Ябалу – эпицентр оптовой торговли со странами СНГ. Правда, в этом году из-за девальвации рубля аппетит заезжих бизнесменов поубавился. И Ольга не исключение. Народ стал меньше тратить деньги на одежду. У нас тоже все подорожало. Так же, как и в Китае я слышала, курс юаня тут у них. Меньше народ стал тратить на одежду. Постоянным клиентам вроде Ольги местные торговцы идут навстречу. Чтобы преодолеть непростое время и поддержать спрос, представители китайских фабрик предлагают скидки и уверяют – снижение цены не в ущерб качеству. Мы продаем одежду как китайским, так и зарубежным клиентам. Но предпочтения у целевых групп принципиально разные. В России холоднее, чем в Китае. Люди покупают максимально тёплые и длинные пуховики. Смотрите, вот в этом, например, 90% утиного пуха. Для того, чтобы удержать клиентов, мы снизили цены, но не забыли про качество. Падение курса рубля стало для Ебалу судьбоносным. Местные власти приняли решение реконструировать бизнес-модель торгового района. Между магазинами будет жёсткий отбор. Тем, кто не выдержит конкуренции, придётся закрыться. Впрочем, они смогут продолжить свой бизнес, но уже в соседних городах, например, в Баудине или Тяньцине. Для реконструкции Ебалу у местных властей есть ряд причин. Розничная оптовая торговля увеличивает транспортную нагрузку в близлежащих районах, а аскетичные боксы в гигантских торговых помещениях – пережиток прошлого. Торговать на Ебалу начали в 80-х. Удачное месторасположение близ квартала иностранных посольств и сарафанное радио сделали своё дело. Через несколько лет район стал центром оптовой торговли со странами СНГ. Сегодня здесь можно найти буквально всё. От одежды и обуви до чая и бытовой техники. Но подделки европейских брендов – вне конкуренции. 15 лет назад зарабатывать на подделках известных брендов на Ябалу было гораздо легче, чем создать новую китайскую марку. Но местные производители вызов приняли, наняли опытных дизайнеров и упор сделали на качество. Теперь продукцию Дуншан можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и даже Нью-Йорке. Один из секретов успеха – акцент на электронной торговле. Мы открыли магазин Алиэкспресс в прошлом году. Обычно посылка прибилась в главных городах – Москве или Санкт-Петербург. Дорога нужна 7 по 15 дней. А если в других городах почти нужен месяц, это уже очень быстрая доставка. В этом году местные власти планируют закрыть в торговом районе Ябалу 1400 магазинов общей площадью 44 тысячи квадратных метров. Но свято место пусто не бывает. Дружба Ябалу со странами СНГ продолжится в новом формате. Вскоре здесь появятся новые резиденты с общей миссией – продвижение товаров китайского производства на зарубежный рынок. Решать задачу планируют с помощью технологий рекламы, маркетинга, пиар и специалистов китайской фэшн-индустрии.